Ты, короче, кофем разгоняешься, а кумысом замедляешься. Кумысом, короче, заканчиваешь на ночь. Я раньше, вот, когда тренировался, я боюсь, смотря Федора Емельянника. По тёлке, там, только Федора показывали, там. Ну, чё, вытащишь, он потом на тебя напишет, там. Зачем лишнее? Сейчас только дай поводы, и по всем пабликам будешь, там, ходить, там, того побил, этого. Своим одноклассник подрался, вот, высокого роста. Я дрался, дрался, и поднял, и вот в стол положил, а в стол сломался. Вот эта парта сломалась. Прикинь, в тот момент комиссия на наш кабинет ходит, а мы стоим, ничего не подрезреваем. Просто настоящий мужчина, кто воспитан, он никогда такого не напишет. Мы так воспитаны, если ты говоришь, ты должен только в глаза говорить, а не за спиной. Если говорить про историю в СНГ, то это Артём Резников, Эдуард Вартанян, финал Гран-при ЕСЕЙ. Можешь что-то про него сказать? Не, ну, советы давали, конечно, там, подходили, там, ну, в основном взрослые. А так, думаю, хейтеры навряд ли подойдут. В 2022 году прошло огромное количество интересных и ярких турниров. Но, надеюсь, для вас, как и для меня, боёв всегда будет мало. Поэтому перелистываем страницу календаря и ждём от 2023 новых нокаутов, болевых, удушающих и, конечно же, спорных решений. А наши надёжные партнёры из Олимбет сделают просмотр турниров гораздо интереснее. Линии на UFC, БеллатР, Эйсей, Хардкор и другие виды спорта ищите в закреплённом комментарии под этим видео. И не забывайте об акциях и бонусах для новых пользователей. Олимбет. Для тех, кому всегда мало. Багдат, ты с какого вообще года в зале? Я с 15-го года. А вообще, ты же выступаешь в минимальном весе, 52 килограмма. Насколько тебе тяжело? Ну, хоть зал такой считается, яркин куш, для ребят маленького веса, но всё равно ни одного человека, 52, кроме тебя там и нет. Да, я уж привык с большими весами работать. Жако там примерно 66-67, Альбит тоже 66, но уже более физически у меня мощнее, но у меня физики хватает на них. Опыта чуть не хватает для них, но там физики там особо не чувствую, не так сильно давит. А как ты тоже понял, что надо становиться профессиональным бойцом ММА? Ты мне рассказал сегодня, когда мы с тобой обедали, что ты в 19 или во сколько лет только занялся профессионалом? Я вообще ММА начал в 18 лет, в 15-м году. Он меня привез в зал, старший брат, он тоже занимался, не как профессионал, для себя тоже занимался. Сергей Морозов, Жако там, до времени всех знал, видел бои там, и меня туда отправил, что я занимался там. Сначала я не думал, что я таким профессиональным спортсменом стану туда-сюда. Ну, потихоньку-потихоньку начал интерес появился, и начал заниматься профессионалом каждый день. Сначала я учился в колледже, когда вот это, с водой вечером только занимался один день. А на кого учился? Я в спортсак, учителя физкультуры учился. Я раньше думал, что стану футболистом, но так, повзросел, уже возраст не хватает, не смог, и стал спортсменом смешанных. А тебя воспринимали всегда серьезно? Просто, ну, очевидно, что ты там всегда был меньше ребят остальных, физически точно слабее, но сейчас, понятное дело, ты окреп. А вот раньше, когда ты тренировался, был такое, что там, ну, не думали, что ты станешь, не знаю, профессионалом? Когда я раньше тренировался, у Айбера я тоже занимался. Все, как, не знаю, везде, наверное, в двух залах, там, новички становятся, там, новичками, там, на парах становятся. Я стоял, там, девчонками стоял сначала, потом те же ежи, которые для себя приходят, иногда приходят у нас, с ними я стал в парах. Но потихоньку, потихоньку, молодые ребята пришли, я с ним занимался. И после тренировки я оставался, и других, вот это, когда только Мороз, Сергей Мороз тренировал раньше, я с ними, их группами, боролся. Младше, младше, младше меня, там, пацаны были хорошие, я им проигрывал, после тренировок с ним боролся, я их, когда боролся, я проигрывал, болевую попадался на треугольник. Ну, я каждый день после вот этого, у Ай-Ай-Ай тренировался, а потом остался там в зале, с ним тренировался. На зале, пацаны, знаете, я каждую неделю дрался, 57 дрался, тогда у меня вес 52 было. Я раньше думал, как у меня, когда вес вырос, эти, чтобы там, вот, хорошо подраться. 57 дрался, первый раз, проигрывал, потом, в следующий год уже начал выигрывать. Это по любителям, да? Да, да, здесь область, область, там, Росполиканский турнир, выигрывал, потом, 57. И начало у меня, один год я выиграл, 57, рукопашку, панкратион, всю выиграл подряд. Жиг-бежек выиграл, там, у нас есть национальный вид спорта, там, я там 50 килограмм выиграл. А тогда у меня вес был 52, и дрался, вот этот, панкратион, рукопашка, ММА, я везде выиграл, но дрался, жиг-бежек, что, у меня вес маленький был, хорошо было. В Казахстане драться, там, в республике, чемпионат Казахстана, я дрался, 50 килограмм, и наше там выигрывать, чемпионат Казахстана выиграл, потом, чемпионат Азии. И в 17-м году, первый раз, уже, в втором году, уже, когда занимался, 15-й, я в 17-м году уже чемпион мира стал. Уже два года упорно тренировался, был чемпионом стал, уже все уже, у меня там мышление по-другому стало уже. Каждый день начал заниматься, утром, вечером постарался заниматься уже, и тогда, и пошел так. Три года там в сборной был, жиг-бежек, три года выигрывал чемпионат Казахстана, но один раз был чемпионат мира по жиг-бежеку. Там финансирования не хватило, чтобы вот этот чемпионат мира провести, потому что это национальный вид спорта. И потом, в 18-м году дрался чемпионат Казахстана по АММИ, тогда я проиграл. Первый, когда дрался, в Талхатне-Жумагалиевом дрался, 57, тогда ему проиграл я, решением. И потом в следующем году, 57, выигрывал отравовского бойца, потом второй, третий, потом, не знаю, решением судей проиграл. По идее я выиграл, потом обратно мне дали, после 7 боев апелляцию дали, чтобы я не проиграл, и я обратно дрался с ним. И один ровно дрались, и я проиграл, решением обратно. По-любому не отдали мне победу. И потом, и в 18-м году, в Пахрине был чемпионат мира по АММИ. Туда только любители должны пойти, там, без профессионалов. И там, 52 открылся, новый вес. И туда я подрался, в 18-м году чемпионом мира стал. Слушай, а вот как в Казахстане происходит, если ты любителях выигрываешь, тебя на какую-то стипендию ставят, тебе как-то помогает, государство деньги платит? Да, когда вот в 17-м году вот этот «Жик-Бжик» выигрывал, у нас там конференция была, и я в конференции сказал, что вот так вот мы занимаемся спортом, я хочу оставлять этот вид спорта, хочу там выиграть еще, хочу страну флаг поднимать выше. И там они мне поставили на зарплату, на любителях «Жик-Бжик». Если вот чемпионат мира выигрываешь, тебе один год дает, до чемпионата мира, до чемпионата мира. Я АММов уже, сколько, три года получал, все у меня уже, вот, контракт, типа контракт закончился. Если я хочу обратно вот это на зарплату, я обратно должен на любителях дараться. А деньги достойные, вообще, на них жить можно? Да, 100 тысяч денег получили мы. В месяц или? Да, в месяц. От обыск спорта получили. И третий год, и там республиканский, есть там дешевенько, я оттуда получал. Осторожно. Два года. И все. На, Мир. Спасибо. Жалгаз, а ты видел, сейчас к тебе подходили фотографироваться, сколько раз за день вообще такое происходит? Ну, если куда-нибудь прихожу, заведение или где-нибудь хожу, да, часто подходит. Какие ощущения, когда фотографируются? Ну, уже, ну, привык уже, сколько лет уже, как подходит. Ну, приятно, конечно, то, что подходит, там, фоткается. Много кто болеет, именно здесь у меня, у нас в Активинске, в Активинске переживает. Ты бывал такое, знаешь, самая нелюбимая, там, часть бойцовской игры для всех, это, хейтеры, бойцов. Бывал такое, что, наоборот, на улице подходили и говорили, ты вот не так в этом бою сделал, надо было пузо, голова, там, ведь что-нибудь такое, не знаю, совет какой-то? Ну, советы давали, конечно, там подходили, там, ну, в основном взрослые. А так, думал, хейтеры на вратле подойдут, мне же так, такого, этот, с этих могут писать, как его? Фейков. Фейков, да. Так, у кого духа хватит, подойти, сказать, так. На вратле так подойдут, скажешь. А тебе, вот, как уличного, вот, парню, был, когда-нибудь такие мысли, типа, пойти и найти, например, того, кто тебе пишет, или, там, написать, давай встретимся, там, где-то, и кто-то приезжал, вообще, когда ты так писал? Ну, знаешь, это, бывало, там, кто сильно допускал, например, очень сильно, там, задевал, там, лично, там, можно сказать, бывало, там, выходил на личку, там, писал им, они сразу переобуваются и по-другому начинают разговаривать. Ну, до встречи ни разу не доходило? Нет, до встречи не доходило. Я просто один из бойцов, не буду имя рассказать, он просил не говорить, из Казахстана тоже рассказал, что, как-то, все-таки, в итоге вытащил кого-то из хейтеров. Такого не было. А лично, зачем сейчас, ну, что, вытащишь, он потом на тебя напишет, там, зачем лично, сейчас только дай поводы, и по всем пабликам будешь, там, ходить, там, того, побил, этого. Просто настоящий мужчина, кто воспитан, он никогда такого не напишет. Мы так воспитаны, если ты говоришь, ты должен только в глаза говорить, а не за спиной. Для парня, который весят, ну, и выступает в минимальном весе, какой самый, не знаю, такой интересный зал? Сейчас хочу, у меня сейчас, я визу открыл на 10 лет в Америку, я хочу туда попасть, если хорошее, там. В топ-тим? Да, да, старшие братья там туда ходят, там, если, я уже поговорил с старшим братьям, они говорят, там, там, здесь, там, отношения хорошие, тренировки хорошие. Даже вот этот мой ровесник, Нурбек, тоже поехал туда, он говорит, да, брат, туда надо ехать, говорит. Можно и Таиланд, но Таиланд, что, там, там, когда хочешь, тогда можешь пойти, там, по деньгам чуть-чуть можно, там, по 10, блин. Но в Америке, это Америка, там, уже уровень другая, там, это самое даже, ЮСи, там же, в Америке же, я знаю, что уровень так хорошая, туда попасть, даже, да. Там уже 57, уже килограмм, там, больше, в Американ топ-тим, там, дерется, там, много бойцы, там, по FL, даже UFC дерется, 1FC дерется, даже, туда Морайз. Я хочу с ним потренироваться. Я тоже, только что, вот, недавно я с Нурбеком поговорил, что в мае, там, Морайз и Димитр Джонсон же будут драться. Я хочу туда попасть, типа, до подготовки Морайз, там, хочу спарринг-партнером быть с Морайзом, если получится. Если даже вы, ну, у меня, так, такое, так, мечта, или как сказать по-русски? Да, бой мечты. Да, типа, такое, что с ним потренироваться, с ним стать, что опыта набрать. А, кстати, вот ты сказал, мне кажется, таким воодушевлением про Димитр Юса Джонсона. Можешь сказать, что твой любимый конь-то боец? Мой любимый боец сейчас, я раньше, вот, когда тренировался, я боюсь, смотря Федора Емельянника, поселка, там, только Федора показывали, там, потом еще, когда вот сюда пришел, смотрел бои Джозе Алдо, там, говорили, говорили, что он 10 лет не проигрывал. Я, типа, стал его кумиром, потом кино вышло про него, я его, да, фильм смотрел, там, хороший фильм, там, парни из ничего вышел, там, мотивация, типа, такое. Потом, потом уж, когда он начал заниматься, он мне, там, чемпионом стал, становился, все меня сохранили, что Димитр Джонсоном, мышонком. Чемпионат Казахстана, говорил, о, казахский мышонок, казахский мышонок. Я же, когда дрался, только боролся, ударик вообще у меня не было, только боролся, боролся, и появился вот Джозе Алдо и Димитр Джонсон. Не кумир, но я их по их смотрю, и на них хочу, там, типа, как они, работать хочу. Ты вот рассказал, что ты сам из деревни, или откуда ты? Я из поселка, там, 50 километров здесь, недалеко, я там родился, там вырос, до 11 класса там учился, потом вот сюда поступил, в колледж, и здесь занимался. А там население, то есть, совсем маленькое? Да, население маленькое, там, 150 или 120, там, дом, и все, там, ну, ближе к городу, но я вообще не любил, там, не ходил в город много разный, не ездил, но много раз, в поселку только был. А чем ты вообще там занимался, вот, ты говоришь, что в ММА только пришел 18 лет, там, откуда у тебя были какие-то знания о единоборствах вообще? А, я там только в футбол играл, там, в поселке, там, поселок, поселками играли, там, чемпионаты были, там, местные, там, и у нас там, когда учился до 11 класса, у нас классный футбол был, ка, 9 класс против 8, 11, там, чемпионаты были, только доборовался, потом у меня там военный, там, как, подготовка была, там, учеба такая, там, урок. Я тогда, вот, это, учитель меня готовил, там, в сборах, там, бегать, прыгать, турник, вот, автоматы, там, это, на быстро, там, собирать, разбирать, это, чемпионам, вот, это, как, региона становился тогда, вот, спросил автоматы, вот, вот, магазин, вот, не знаю, у меня, там, как телосложение, так и получилось, я, везде, вот, в свободное время футбол играл. Если утром у нас, с утра до вечера, там, чемпионат было, там, с постелок, поселок мы играли, я после футбола, там, все дела, там, вот, это, все дела завершаю, обратно вечером в футбол еду, я же, некоторые люди после футбола спят, а я на уроз в футбол играл, не знаю, у меня такое, футбол любил я, но потом, вот, сюда перешел, там, сначала занимался, то, медали собирал, вот, это, любимое дело было, когда чемпионаты, только воскресенье, суббота, воскресенье, чемпионаты, чемпионаты, области, я только мечтал, что медали соберу, и потом уже, каждым годом, годом, думал, что медали уже нет, все уже, надо еще, надо расти, я уже хочу сейчас, хочу уже на пояса собирать, вначале, хочу выиграть, сначала, вот, пояс, найзо, и потом подумай. Хотелся по поводу Сереги Морозова с тобой еще поговорить, вот, ну, ты сейчас показываешь, такое, ну, несгибаемое, да, желание драться, продолжать, и реализовать себя, а вот я с Серегой записывал недавно большое интервью, и у меня, вот, знаешь, такое, ну, сильное впечатление, что ему уже эти бои вообще, ну, неинтересны, мотивации, как-то, я у него не вижу, вы об этом говорили с ним? Ну, да, вы об этом и разговаривали, да, он в последнее время уже не хочет траться, потому что он хочет завязать с этим, мне пока нормально, я этим же умею, нравится, ну, как бы, спорт это мое. Ну, а ты как-то Серегу пытался преубедить? Да не, укажу свое же мнение, как-то могу ему свое навязывать, мы друг друга поддержим, в принципе, все, он сказал, что не хочет, мы его поддержим. Ну, а просто тоже, знаешь, что, чтобы потом не жалел, условно. Ну, он же, как сказать, взрослый, много через все прошел, он, в принципе, знает там, как-то, не спонтанно же это говорит, значит, ты уже давно идет у него такой. Вот, тоже, когда я с ним говорил, он рассказывал про American Top Team, что ему тренера говорят, что у тебя еще есть запас прочности. Да, да, есть, конечно, есть, запас, видите, уже он в бою в бою растет там, то, что показывает каждому бою, то, что он растет. А тебе так говорят? Да, постоянно говорят. Просто видишь, ну, как, ну, что, говорят, все же видят, не отдают победу, что я теперь сделаю, как, а там кто-то может говорить, что надо досрочно заканчивать. Если бы у меня были проходные бои, я бы заканчивал досрочно, вот, сами видите, то, что никаких бойцев до их драться, и то их выиграю, и не отдают мне победу, я не знаю, в чем проблема именно. Может, то, что так азиатам относятся к нам, как ко вторым, третьим сортам? Мне кажется, нет. Ну, не знаю, сколько уже, сколько, это же не первый раз же. Уже там даже, сколько журналистов писали там и в Твиттере там все. Просто ты любимчик. Ну, вот, видишь, так вот, получается. Ну, самое главное, не сдаваться, что там. В принципе, я показываю уровень там, то, что я спокойно выиграю их. То, что суть не отдают, это уже, я в этом ничего не могу сделать. А ты еще, кстати, за вот тоже бывшими соперниками следишь, сейчас Вартан и Сатриан, ему же предлагают в АСЕ подписаться. Не знаю, видел ты или нет, чемпионский бой обсуждают уже Вартан и чемпион АСЕ. Да, ну, Вартану мы так общаемся хорошо, переписываем себя постоянно, да. А касательно, да, я что-то слышал, да, то, что там он там с Весья, да, там с ним какой-то там постоянно с батяменей там где-то свой конфликт какой-то там, они друг друга там пишут, там что-то такое, да. А такого, чтобы вот другие бои смотреть тебе тоже, это уже не так интересно или ты все очень смотришь? Я смотрю, мне интересно, я много за кем наблюдаю, я смотрю бои. В ВСИ, ВСИ я смотрю. ВСИ я часто смотрю, все бои не пропускаю, мне нравится ВСИ я смотреть. Тогда давай точно тебя спрошу про, ну, такой для Казахстана тоже, мне кажется, очень важный бой, как в свое время был важный бой, вот, двое чемпионство и Мороза. Сейчас, мне кажется, если говорить про историю в СНГ, то это Артем Резников, Эдуард Вартанян, финал Гран-при ЕСЕЙ. Можешь что-то про него сказать? Ну, да, очень хороший бой, в принципе. Эдуард очень сильный боец, я давно, в принципе, за ним слежу, знаю его давно. В принципе, он не такой проходный боец, с борьбой у него в порядке, и с ударкой, и с функционалкой проблем нет. Ну, Артем тоже, как мы видим, бой в бой растет, то, что своей борьбой все хавает, то, что свою коронку всем делает, да. Ну, Эдуард непроходный боец, могу так сказать, очень сильный боец. Да, все-таки, если какой-то прогноз. Ну, если, знаешь, Артем свой не навяжет, ему свою борьбу именно, то тяжело будет с Эдуардом. Да, если, конечно, свой навяжет, там, борьбу перейдет, его, там, будет контролировать, то Артем выиграет. А если, конечно, он не сможет, там, навязать свою борьбу ему, то я думаю, что Эдуард выиграет, да. Но это один из тех боев, которые ты ждешь? Да, жду, конечно. Мне интересно этот бой посмотреть. Конечно, в любом случае я болею за Артема. Он молодец, потому что сейчас вышел на такой уровень, там, команду свою создал, там, везде, там, здесь, там, в буче ходит. Ну, ходит в гучу, а 7 тысяч долларов украли. Да, да, это я слышал, да. А вы пересекались с Артемом, вообще знакомы? Конечно, мы Артема хорошо знаем друг друга, постоянно общаемся, переписываемся. Даже когда в 17-м году я был на сборах в Алмате, мы там вместе тренировались. Тоже по поводу еще Кайрата Ахметова. Сейчас, я не знаю, насколько там это правдивые слухи, но все говорят, что он должен с Димитриевсом Джонсоном подраться. Ну, да, он должен был, давно, в принципе, заслужил с ним драться. Ну, видишь, у Кайрата чуть медиа не хватает, думаю, то, что нужно больше говорить, там, писать, там, думаю. А как думаешь, вообще, вот в этом бою, кого тоже видишь фаворитом, все-таки Димитр Джонсон, это действительно считали все время паут-фау-паунд? Ну, ну, что сказать, он очень такой боец, можно сказать, там, номер один, 57 килограмм, он сколько раз пояс защищал, очень известная личность. Ну, Хара тоже такой непростой пацан, сильный пацан, да. Тоже было бы интересно и в бой посмотреть. И по поводу UFC, вот ты сказал, что все еще смотришь, то есть ты прям просыпаешься, ну, в Казахстане во сколько там, в Майнкарте там обычно 8, да, утра начинается, ты прям просыпаешься под Майнкарт смотришь или потом в записи что-то смотришь? Нет, я потом в записи смотрю, в последний раз я хотел поставить, уснул, короче, потом встал, пересмотрел, так. А есть сейчас какой-то, ну, не знаю, если Резон об этом говорит, но в любом случае, вот у бойца самого, который дерется в UFC, есть какой-то любимый боец с UFC? Ну, мне Хамзачимаев нравится, давно за ним наблюдаю. Вообще он такой, я же гангстер, говорит и не просто говорит, а делами доказывает, то, что он так вышел там над по уровень и дерется с такими топами. Ну, простой пацан там, я его смотрел, блоги, где он там залежил, там ходил, там, ну, очень интересно мне, он мне нравится сильно, да, я за ним наблюдаю, смотрю его бои прям, можешь сказать, что его бои, да. Не могу не спросить про связку с Камзатом Чумаевым, это, конечно, Шавкат Рахманов, многие их потенциальный бой уже давно обсуждают, это такие два топа полусреднего веса в UFC сейчас, оба непобежденные, оба всех своих соперников там финишируют и шансов не оставляют. Про этот бой, о чем думаешь? Ну, честно, конечно, не хотел бы, чтобы они дрались, потому что сами знаете, сейчас вот это начнутся интриги там, с той стороны, с этой стороны там, ну, если только если вот так вот там, например, за поездом, интересно было их посмотреть, да. В принципе, Шавкату есть куда расти, там, есть с кем еще драться, он, в принципе, надо подраться с такими топами, именно с молодыми, да, в принципе, мы увидели, что Камзат, он уже дрался с топами там, у него там не было ни одного такого проходного бойца, в принципе, кого он выиграл, они сейчас выиграют там все в топах, например, даже вот этот Бернс последний бой, да, в принципе, Шавкат тоже там заканчивает, в принципе, все досрочно. Ну, я сам бы не хотел бы, чтобы они дрались. Ну, очевидно, что, ну, ты маленького роста, и по-любому же там в детстве там дети пытались, там, не знаю, тебя, ну, залупались на тебя, как-то пытались тебя поддеть. Постоянно же дрался, да, в детстве? В детстве я постоянно не дрался, но я в классе дрался с пацанами, мои пацаны знают, там, один раз там такой случай был, что в школу комиссия идет, мы там, учитель ушел, что комиссия придет, там, тихо сидите, говорили. А я своим одноклассник подрался, вот, высокого роста, я дрался, дрался, ее поднял, и вот в стол положил, а в стол сломался, парта сломалась. Прикиньте, в тот момент, вот, комиссия на наш кабинет ходит, а мы стоим, ничего не подразумеваем, закрыли вот этот стол, сломанный стол, и я обратно. Комиссия пришел, ходил-ходил, ушел. И там, и в классе еще там двое было, как, двойнячки, близнецы, или как, я с ними тоже дрался. Ну, по щегляне, потом уже девятый, восьмой класс уже не дрались, я так, ну, нормально уже все. Ну, везде там, у меня старший брат, там, там, или старший, есть старший, там, некоторые, там, не дразнили, не били меня, там, не дрались, что у меня старший брат был, там. Просто интересно тогда, откуда желание появилось, что это пойти ММИ заниматься? У меня вообще желания не было, я просто, братан сказал, там, иди, там, я туда пошел, и мне понравилось, там, у меня ощущение, там, хорошее было. То я только боролся, не знаю, как я, не умел, там, в детстве тоже не боролся, ну, не знаю, маленький был, быстрый был тогда. 50 килограмм весил я, боролся, там, и так, вот так получилось, что занимался ММИ. Жалгасов, мы сегодня стою про вредные привычки еще говорили, не на камеру, ты сказал про кофе, про кумыс, а вообще, ну, с тренировками совмещать нормально? Ну, нормально, да, чуть, конечно, этот, то, что вес растет от кумыза, то, что, а так все нормально, вот, хочу вот именно кофе сейчас оставить, и вот кумыс, пока вот мои вот эти вредные привычки, то, что я не могу, вот, именно без кофе, и вот, сейчас вот кумыс у меня проблемы тоже. А насколько часто ты пьешь его? Каждый день пошли пьешь. Кофе я, у меня утро начинается с кофе, например, я устаю, в первую очередь еду сразу кофе все брать, потом дальше начинаю двигаться. Ты, короче, кофе разгоняешься, а кумысом замедляешься? Кумысом, короче, заканчиваешь на ночь. А почему, вот, пришло такое понимание, что надо избавляться от вредных привычек, тебе чем-то мешает кофе и кумыс? Ну, уже, как бы сказать, это уже, как будто, знаешь, это, зависит от этого, то, что, вот это мне вот, то, что напрягает, то, что я уже без этого не могу. Я уже нервничаю, там, это, поэтому, хочу чуть-чуть оставить сейчас. Говорят, жалгарцы, глаза горят, правда? Ну, да, заряжен, настроен. Расскажи, чего сегодня будешь делать, и вообще, вот, насколько качка важна для ребят, которые выступают, там, 57 килограммов, 61, там, как Серега Мороз, просто, знаешь, что по тебе, что по Морозу, не сказать, что вы такие прям физушные пацаны. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы инсайды из мира MMA, на наш Instagram, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзивы за кулиси с турниров, на наш Twitter для настоящих эстетов единоборств, на наш ВК и даже Яндекс.Зен, мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донативших может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране. Субтитры создавал DimaTorzok